В 2020 году это греческое объединение отметило свой 30-летний юбилей. Сегодня в программе «Эльпидо Плюс» мы расскажем об успехах и новых целях Московского общества греков. И поверьте, этому общественному объединению действительно есть чем гордиться. С каждым годом московская диаспора становится все более дружной и сплоченной. Членами Московского общества греков стали уже более 3,5 тысяч человек. У школы греческого языка более 200 учеников 7 дней в неделю. Здесь работают детские, молодежные и взрослые группы. Регулярными стали лекции по истории Греции и Понта. Проводятся занятия танцами. А на новый уровень вышли торжественные мероприятия. Они проходят в лучших залах столицы под руководством лучших режиссеров, объединяя сотни московских греков и филеллинов. Адольф Гитлер о нападении Италии на Грецию. Нападение на Грецию может кончиться только как остров. Уинстон Черчилль не греки воевали как герои, а наоборот герои воевали как греки. Ответ миллионов греков, рвавшихся на Албанский фронт, спасать честь Отечества. Это слово как набат. Это слово Ощи! Совместные встречи, знакомства, общение друг с другом, они очень здорово помогают в деле воспитания детей. В деле передачи детям той культуры, тех традиций, насыщенным которым мы пока еще являемся. Мне кажется, что это один из самых эффективных способов сохранить свою национальную идентичность, культуру, язык, веру. Мы пытаемся во все мероприятия, которые запланированы, вовлечь как можно больше, так сказать, целевую аудиторию. И если это у нас получается, то можно сказать, что мы достигли той цели, которую мы хотим. У нас чаще стали встречаться мы на каких-то загородных мероприятиях, вечеринках, на, так сказать, каких-то более узких, теплых, таких полусемейных встреч. Мы вместе отмечаем Пасху, День с Пресвятой Благородицей. Много было хороших мероприятий за последние три года. Появился вот такой хорошо работающий механизм, да, чего раньше не хватало в обществе. Четкая организация, подготовка – это главное достижение. Три года назад жизнь в московском обществе греков действительно значительно изменилась. Можно даже сказать, произошла полная перезагрузка механизма работы общественной организации. Именно за этот период появилось и было успешно реализовано колоссальное количество новых проектов. И этому активно поспособствовали греки-меценаты, которые весной 2016 года объединились для поддержки греческой общины и создали деловой клуб «Синергия», что в переводе с греческого языка означает «сотрудничество». Инициатором создания клуба была группа «Московские предприниматели», которые хотели немножко изменить ситуацию в диаспоре, объединить людей, дать возможность изучать язык, узнавать, вспоминать или сохранять традиции. И как-то поднять роль греков в российском обществе. Как правило, мы, греки, можем критиковать и требовать что-то от общества. Общество всегда всем должно. Не сделали, не поздравили, не так далее, и так далее. Но даже вот такие небольшие простые вещи нужны людям, которые бы это выполняли. И вот мы решили, что будем поддерживать общество финансово, чтобы эти люди в обществе были на постоянной работе. Результаты не заставили себя долго ждать. Ключевым моментом для греческого общества Москвы стало избрание нового председателя. 10 декабря 2016 года греков столицы возглавил академик Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук, всемирно известный офтальмолог Христо Периклович Тахчиди. Для того, чтобы система работала, очень важны такие ключевые элементы. Высокий, высочайший авторитет председателя общества – это вот то необходимое условие, без которого общество не может развиваться, особенно наше греческое общество. Потому что мы понимаем, что есть, как все греки капитаны, один хромой, и тот рулевой. И для того, чтобы вот эти страсти немножко успокаивались, нужна недосягаемая величина, которая пользуется авторитетом и уважением у всех слоев, сообществ, группок и так далее. Вот Христо Периклович является такой величиной, и кроме его непререкаемого авторитета, это еще и такой чистый, порядочный человек. Удивительный человек, очень собранный. Многие вещи, которые я эмоционально у себя на работе решаю, да, пообщавшись с Христо Перикловичем, я понимаю, что нужно было решить по-другому. Потому что у него всегда ровный голос, он никогда не дает волю своим эмоциям. Все взвешено, правильно раскладывает по полочкам многие вещи. И вот этот его как раз-таки авторитет помог нам всем грекам объединиться вокруг. Потому что критиковать меня или мне подобному, будучи я председателем, могли бы все. А вот туда вот, туда вот как бы вот и... С момента создания деловой клуб «Синергия» непрерывно оказывает большую поддержку ежедневной деятельности Московского общества греков. Это и работа офиса, и благотворительные проекты, и финансирование мероприятий. Только за последние три года столичная диаспора организовала и приняла участие в проведении более 40 масштабных мероприятий. Среди них патриотические и благотворительные акции, образовательные проекты, а также национальные, греческие и российские праздники. Интересная активность была, конкурс национальной одежды несколько раз уже проводилось. И там были уникальные случаи, когда конкурсанты своими руками шили костюм греческий. И жюри, зная об этом, и, конечно, в первую очередь, благодаря красоте этого костюма, присваивали первое место победителю с призом с поездкой в Грецию. Мы с Федором Карафулидис и Андреем Белиоповым заказали себе фантический национальный костюм воина. Решили сделать экскурсию на Красную площадь. К нам подходили люди разные, спрашивали, аж интересовались, что это за костюм. Московское общество греков продолжает тесно сотрудничать с посольством и консульством Греции, Советом по делам национальности при правительстве Москвы, Департаментом образования и многими другими государственными структурами России. Благодаря сотрудничеству с секретариатом греков зарубежья, дети диаспоры каждый год посещают летний лагерь в Греции. Настоящей радостью для всех нас стало образование Театра Московского общества греков. Его участниками стали как уже состоявшиеся греческие актеры, так и студенты театральных вузов Москвы. В этом году при поддержке Федеральной национальной культурной автономии греков России наша труба побывала на первых гастролях в трех российских городах. Одно из самых любимых мероприятий диаспоры – футбольные турниры между членами Московского общества греков. С каждым годом все больше команд принимают участие в соревнованиях и особо радует, что эту инициативу активно поддерживает молодое поколение греков столицы. Большое внимание мы стараемся уделять нашей греческой молодежи. Несколько раз в год проводятся большие молодежные вечеринки, показы греческих фильмов, развивается волонтерское движение, и мы надеемся, что скоро ребята начнут создавать греческие землячества в вузах столицы. Большой популярностью пользуется в последние два года обновленный сайт общества, на котором каждый день появляются новые материалы о деятельности общества, о выдающихся греках России, об истории Греции и Понта, о святых греческих мира и о многом-многом другом. Общество предлагает всем членам диаспоры бесплатные юридические консультации, организуются регулярные встречи с юристом. Еще мы придумали карты удостоверения членов Московского общества греков. Карта удостоверения выдается всем грекам, которые официально стали членами объединения. Приятным бонусом является то, что с ее помощью можно получить скидку на все товары и услуги партнеров Московского общества греков. Самым же значимым событием в жизни всей греческой диаспоры Москвы стало открытие детского сада выходного дня при храме всех святых на кулишках Московской городской епархии. Педагоги из Греции совместно с отцом Константином Байрактаровым поют с детьми греческие песни, учат ребят этикету и, что самое важное, они разговаривают с новыми воспитанниками исключительно на греческом языке. Многие греки считают, что это один из самых важных проектов. Потому что когда с детства ребенок не просто изучает язык, а попадает в такую греческую атмосферу, греческую культуру, изучает греческие традиции, изучает язык, это, конечно, мечта, мне кажется, большинства греков Москвы и не только. Сегодня участниками делового клуба являются 12 греков-предпринимателей. Перед ними, председателем греческого объединения и активистами общества стоят очередные нелегкие, но весьма значимые задачи. И среди них особое внимание уделено возрождению и развитию меценатства греков России, а также поддержке молодых предпринимателей. Есть идея о том, чтобы помогать молодым предпринимателям. Вот есть у него какие-то идеи, стартапы, а вот нет каких-то возможностей. Он же может прийти в Синергию, изложить эту идею. И, возможно, Синергия поможет. Мы, члены Синергии, с удовольствием готовы делиться своими наработками, своим опытом, своими связями, для того, чтобы молодые не совершали тех ошибок, которые нам приходилось по разной причине совершать. И мы открыты для того, чтобы эти люди к нам обращались. Мне кажется, что за эти три года было сделано много. В самом случае, на моей памяти, так много ни за какие три года сделано не было. Другое дело, что предстоит сделать, наверное, еще больше. Механизм есть, но есть как бы скелет, но мясо нам еще предстоит наращивать. Главная атмосфера, которая царит в диаспоре, и отношение людей друг к другу. Участники делового клуба Синергия уверены, идеи рождаются в общении друг с другом. А потому так важно, чтобы их объединение с каждым годом увеличивалось, чтобы в общество приходило больше молодежи со своими мыслями, чаяниями и мечтами. А греки Московской диаспоры активнее принимали участие во всех коллективных мероприятиях. Тот фундамент, та структура, которая осознанна председателем нашим Кисло Берековичем, хочется сохранить и развить. Для этого обращаемся, вот я лично обращаюсь, ко всем членам общества, не стесняться предлагать свои услуги. Любая помощь, она важна для нас, и мы нуждаемся, потому что мы сильны друг другом. И будем очень благодарны любым посылам в этом плане, и с удовольствием примен. Конечно, все греки Москвы и не только, они мечтают о греческом доме, где всегда можно было собираться по разным причинам. Кто-то танцует, кто-то поет, кто-то изучает греческий язык, кто-то играет в шахматы, в нарды и так далее. Вот этого дома пока не хватает. И желательно, конечно, чтобы этот дом был вокруг церкви, потому что все греческие диаспоры, начиная от Германии, кончая Новой Зеландии, именно так строят свое общество. Это правильно, за счет этого сохраняется культура, традиции, идентичность нашей нации. Вот пока такого дома нет. Но дом – это стены, а более важно – это содержание. И вот это содержание, оно постепенно создается. Все это видят и внутри, и снаружи. И вот когда это содержание, мне кажется, достигнет какой-то критической массы, обязательно появятся стены. Вот это наша мечта. Мечты сбываются, и представители греческой диаспоры Москвы это доказали на своем примере. Нам же остается пожелать скорой и успешной реализации всех задуманных проектов, а также активного пополнения рядов греческого движения единомышленниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова